Саратовцы сдали нормы ГТО. Спортивное мероприятие было организовано в рамках спартакиада государственных служащих области. Спортсмены померялись силами сразу по четырем упражнениям комплекса «Готов к труду и обороне». Подробнее в нашем следующем материале. Наша команда занимается, конечно, для себя. Быть здоровым, в физической форме всегда находиться. Не мастера спорта и не профессиональные спортсмены, но всегда ведут здоровый образ жизни. Команда сотрудников пенсионного фонда. На этих соревнованиях по ГТО одна из претендентов на высокие награды. И, по словам организаторов, не случайно. В арсенале побед у этих спортсменов-любителей первые места на областных и городских соревнованиях. Главным секретом такого успеха, признаются тренеры команды пенсионного фонда, является жесткий отбор, который проходят будущие участники многоборья. Мы производим определенный отбор, когда мы на спартакиаду выставляем, когда мы на внутриведомственные принимают участие по максимуму. Все, кто хочет, все, кто может. А лучших, конечно, мы уже выбираем, сами выбираем и выставляем сюда. Нет, здесь не разрядники, здесь не мастера, конечно. Это обыкновенные наши сотрудники. Но когда-то они тоже занимались спортом. До недавнего времени забытые спортивные соревнования многоборья ГТО сейчас приобретают все большую популярность среди жителей области. Так, например, участие в этой спартакиаде приняли почти 80 человек. По словам судей, пока эти соревнования являются пилотным проектом. Но даже несмотря на это, спортсмены-любители показывают очень достойные результаты. Я сегодня наблюдаю, что очень хорошая молодежь и среди государственных служащих. Вот, крепкие ребята и девчата. Причем задают очень много вопросов, интересуются этим видом спорта. Программа физического воспитания населения «Спортивный комплекс готов в труду и обороне» действует в России с 1 сентября 2014 года. Направлена она на укрепление здоровья граждан. Нормы ГТО предусмотрены для 11 возрастных категорий от 6 до 70 лет. Эта спортивная программа уже включена во все физкультурно-оздоровительные мероприятия. Как детей, так и пенсионеров города и области.